Итак, поговорим про Terrarium Assembler. Возможно, кто-то помнит предыдущий доклад. Это такое приложение для того, чтобы делать террариумы. Террариумы — это такая штука, в которой вы можете запускать ваше приложение, которое запущено в Python, и запускать их в безвоздушной среде. В Linux, где нет ни хрена. На сертифицированных Linux, на Linux, не подключенных к репозиториям, на голых Linux, неважно что. Я об этом рассказывал уже два года, на самом деле, проект года четыре, как-то он там тянется. Два года назад я рассказывал про кучу идей, которые там, в общем-то, есть, гениальных идей про то, как питоновский код компилировать в сившный и превращать абсолютно любой код, не только ситоновский, при этом получать и ускорение, и возможность спятости алгоритмы, и разные возможности, как это сконфигурировать, как использовать YAML-файлы, как это все катить на весь зоопарк Linux. Про это все уже доклад был, я поэтому повторяться не буду. Просто я цитирую таким образом, что если вы заинтересовались, то вы можете это посмотреть. Это то, что я не буду рассказывать сейчас, но там много-много классных идей, которые, в общем-то, до сих пор видны. Сейчас я буду рассказывать именно такой аспект, вот этого, как пройти, собственно, в стек сертификацию или какую-нибудь сертификацию, но напомню ключевую идею приложения, то, что мы хотим писать код на питоне, мы делаем научное приложение, гениальное научное приложение, которое, значит, использует всю магию питонских библиотек, всю магию питонских библиотек, накопленных всем человечеством, огромное количество такого, в общем, нет научного стека, кроме как на питонских библиотеках, которые притащили всю историю фортановских библиотек, сишных библиотек, всего остального, и хотим использовать также еще и RPM-пакеты. RPM-пакеты — это то, что, в общем, тоже весь мир. RPM-пакетов, утилит, библиотек — тоже все, что можно сделать. Питоновский код мы компилируем в стихные бинари, стаки стальные, непробиваемые, и делаем переносимое питоновское приложение. Получается классно. Эта штука переносимого питоновского приложения, как докер-контейнер, только без докера, без подмана, без всего. Работает на старых линуксах, на всех остальных, и даже, в общем-то, под виндами. Можно было, конечно, делать какие-то запутанные лабиринты, каких-то сборочных скриптов, ну, как делают девопсы, так, чтобы их не могли уволить совершенно какие-то вот такие вещи, которые, в общем, уволить нельзя, расстрелять нельзя, значит, магия какая-то происходит, ничего не понятно. Ну, даже если вы с RPM-билдом, который вроде бы линейный сталкивались, тоже не понимаете, какие-то временные файлы где-то прячутся, ничего не понятно, значит, и как с этим, в общем, работать? Никак. Я как раз хотел, чтобы это была прямая дорога, понятно каждый шаг, как выполняется, его можно было править. И, в общем, моя система сборки, вот она как раз юзабилити удобна, то есть она генерит набор shell-файлов, каждый из них понятно, как он выполняется, значит, вся его история, значит, и можно поправить. Если что-то пошло не так, можно залезть, посмотреть, что он делает, и депутантно повторить, если что-то пошло не так. Вот, разумеется, значит, там много-много-много-много разных шагов, но, значит, каждый из этих шагов он прописан, все эти файлы не надо искать, они вот все есть, и с ними можно работать. Разумеется, можно также использовать command-line интерфейс, очень гибкий такой, там, типа, например, можно сказать, выполни шаги с такого-то по такого-то, пропусти там цикл аудита, или выпасти такие шаги, ничего не скачивая, не чек-аути, то есть возможности для удобства, пересборки какой-то, по-простому перезабери мне все, разберись, там тоже есть, или как-то отдельные шаги тоже можно выполнить, и тоже это все будет нормально работать. Теперь пройдемся по нормальному основному workflow, чтобы немножко добавить понимание, как это все должно работать, потому что немножко пересекается с предыдущими докладами. То есть мы сначала делаем платформу, используем внешние репозитории RPM-пакетов готовых. Основной workflow — это когда мы не пересобираем все из сорсов, а делаем все это достаточно быстро, чтобы собрать, проверить какие-то варианты, то есть сделать это достаточно быстро. То есть выкачиваются вот эти RPM-пакеты, в месте зависимости все фиксируется, чтобы это повторить можно было без обращения к интернету. Разумеется, каждый раз инсталлируется RPM-пакет внутрь одного контейнера, это платформа, условно говоря, там это подман контейнер, ну это дает возможность изоляции, то есть на одной сборочной нозе вы можете собирать совершенно кучу каких-то проектов, там все изолировано внутри контейнера. Ну не используются какие-то там моки, или как у вас там хешеры, или боксы, или еще чего-то, но настоящий и подман контейнер, который совершенно независимый, и вот в нем вся сборка и будет происходить. Почему мы не можем использовать просто RPM-пакеты и все жить? Потому что вот когда разрабатываем на питоне, очень много питоновских модулей либо нет, не собрано в виде пакетов никак, либо нет нужных версий, потому что там в зависимости от какой-то маленькой версии все может вести не так, как должно быть, и нам, разумеется, понадобится отдельный источник для питоновских модулей, и наш исходный код собирается, куча этих самых отдельных проектов, и по ним строятся вилл-пакеты, по вилл-пакетам разрешаются зависимости, они могут быть противоречащие или как-то дополняющие друг другу, и из пайпай-репозитории выкачивается разрешение в зависимости. Я, как не понимаю, в предыдущий доклад там на самом деле все элементарно, там вся информация есть, чтобы получить набор пакетов питоновских, которые приедут именно в библиотеки, те самые, которые нужны, которых все будет по-человечески. Но, к сожалению, в этих пакетах, надо помнить, когда вам приезжают питоновские пакеты, вы там ставите пипо-антигравити, там на самом деле приедет куча бинарей, которых никто не знает, как кто собрал. Там могут быть бинари, которые дублируют друг друга, то есть кто там собирает эти вилл-пакеты бинарные, вы не знаете никогда. Но в любом случае, для того, чтобы проверить идею, это все достаточно быстро происходит, это цикл от питоновского кода до виртуального инваромента, и уже можно тестировать приложение, посмотреть, работает алгоритм или нет. Но мы идем дальше. Мы идем дальше и компилируем. Компилируем наш питоновский код. Ну и как компиляция, компилируем все. Код компилируется в экзешнике, настоящие бинарные, такие стальные экзешнички. И получаются бинарники, все зависимости вытаскиваются из контейнеров, из того, что там приехало. Это уже все, с этим можно работать, это тоже можно тестировать. И дальше, последний этап, это сборка террариума. Сборка террариума — это то, что, опять же, говорили, о том, как делать переносимые приложения. Ну, на самом деле, там, когда говорили, как делать переносимые приложения, они понимают. Я вот у Новоселова, когда делал около трассы, он говорил, ну, липси-то у всех есть нормальные, у всех дистрибутивах свежие. Нет. То есть мы делаем по-настоящему переносные приложения, где там даже загрузчик LDSO будет свой. То есть мы можем запускать на старых линуксах, где липси-то давно старое-старое-старое, там совершенно будет работать везде. Террариум папка с переносимым ПО. Она набита кучей там, значит, этих самых утилит, который понадобится библиотек и нашими скомпилированными бинарниками. Вот эта штука уже работает, в общем-то, везде. Вот это и есть тот самый террариум, про который я говорю. Террариум, в котором живут питоны, которые были скомпилированы. Ну, разумеется, потом можно сгенерировать пакеты для установки, всякие дебы, РПМ и ИСО. О чем я хотел поговорить, это как вот это все еще и сертифицировать. Потому что, на самом деле, ну, сертификации, некоторые говорят, это легко. Возьмите какую-нибудь партнерскую компанию, она там все сделает. Она сделает некий театр безопасности, предоставьте доступ, они напишут кучу отчетов, зададут вам какие-то кучу статья с Хаббра, и там какие-то претензии, ну, там пароль побольше сделайте, еще чего-то. Ну, можно так. Наверное, можно так, но это не очень спортивно. Более спортивно пойти по хардкору с лабораторией с выполнением настоящих методик в стек, которых вы не найдете в интернете. Это секретная информация, это ДСП. Вы найдете только упоминание, что вышла новая методика стек в информационном письме. И там есть всякие секретные вещи. Одну из них я сейчас написал, что, например, там должен быть код для любого бинаря больше 10 тысяч строчек на ассемблере. Это секретная информация, я ее разгласил. И там, значит, будет выполняться и статический анализ, и динамический, и куча всего. А тут, вы понимаете, мы притащили с собой все. Мы притащили все ниже уровня галлипси. Мы просто, на самом деле, решили задачу, а, пересборки линукса целиком, б, значит, дополнительно, еще и перезадачу пересборки питоновских модулей, которые, в общем-то, по объему больше, чем объем линус-библиотек. И, разумеется, нам пришлось не только еще использовать спеки для рпм-пакетов, но и написать свои спеки сборки питоновских библиотек на основе этого. То есть, задача собрать линукс, еще собрать кучу всего научного, которое на этом стоит. Это непросто. И теперь мы пойдем и покажем, как вот этот быстрый цикл сборки, а у нас есть долгий цикл, догоняющий, как вот в предыдущем докладе, сборки с аудитом. Он более долгий, его не надо гонять каждый раз, но вот в этот раз как раз мы уже идем долгим путем. Мы выкасываем сорсы вот этих всех рпм-пакетов, мы притаскиваем все эти српмы с исходниками, мы собираем их, решаем те самые проблемы, про которые плакались, когда мы обсуждали build-app и прочее, вытаскиваем все зависимости, которые понадобятся, перекомпилируем. Тут, конечно, это выглядит как будто одно действие, но на самом деле тоже непросто, это вытащить все зависимости, распаковать спеки, по ним тоже получить зависимости, еще вот это все упаковать, поставить. И все это, кстати, собирается вообще в одном контейнере, то есть нет никаких проблем, что там что-то изменилось, пока мы там пересобирали что-то. Вот это все точно целостно собралось. И ставим вот эти пересобранные пакеты внутрь нашего контейнера, нашей платформы, и получается, что у нас, так, окей, мы изменили, вот это самое, значит, все же системные, весь системный, все эти части у нас пересобраны. А теперь осталось проделать то же самое с питомовским кодом. Также мы ходим в питомовские репозитории, выкачиваем все, что у нас попадает в наш террариум в виде сорсов, и опять пересобираем, используем библиотеки, которые уже мы пересобрали вот здесь. Выкачиваем нужные версии, нужные исходники. У нас нет никаких проблем с версиями, потому что мы как раз разрешили это все очень достаточно просто. Не знаю, зачем мы мучились предыдущие докладчики, мы точно все это разрешили, получили настоящий исходник, который будет дистрибутив, и мы вот это все дело пересобираем. Все это достаточно мучительно, если нам понимать, при компиляции рпм-пакетов, ну вы слышали про 4 дня, которые пересобираются в Галипси, ну у меня 3 дня на моем компьютере, я open blast еще 3 дня, ну это вообще не быстро, не быстро. Ну в любом случае это все идет таким гоняющим образом, ставим питомовские пакеты, все-все-все переставляем, в виртуальном инвайминге, главное, все получается то же самое, что и было, но оно кошерное, кошерное наконец-то, понимаете, вроде бы то же самое мясо, но кошерное, почему? Ну потому что оно все пересобрано прямо здесь, контролируемым образом, и когда у нас все это попадает в новую компиляцию, и мы собираем бинари, мы точно знаем, откуда у нас, в нашем инвайминге взялся каждый бинарник, у него есть история, мы знаем, где лежат его сорсы, как они собрались, мы можем ткнуть в любой бинарник и предъявить, откуда он взялся. Вот эти компилированные бинарники, это не просто компиляция C, это еще вычисление зависимости, и сошечка разных, все эти сошечки, которые туда попадают, либо они, и мы знаем, откуда взялись сорсы, либо это некий сигнал, эй, ребята, там, ваша новая библиотека протащила новую зависимость, которую мы не знаем. Дальше собирается снова этот террариум, получается также вот этот самый наш террариум, который запускается везде, и получаются некие отчеты, которые нам будут показывать, будет ли что-то там не слава богу, или будет. Главное, что это все не тормозит работу основной команды, это не просто сборка Генту, которая там вот начинает несколько суток пересобирать весь мир, с нуля, с расов, и там все ждут, пока там пересоберется версия, все тормозят. Нет, разработчики работают по основному циклу, а догоняющий, вот такой вот эта самая сборка с аудитом, она идет параллельно, параллельно, и примерно процесс обычно сходится, и мы получаем отчет для каждого бинаря, есть, собственно, информация, откуда он взялся, где находятся его сорсы, как его собрать, все совершенно отслеживается таким образом. Разумеется, поэтому мы получаем еще кучу дополнительных отчетов, всяких полезностей, например, аудит выполняется там по базе Митро, про каждую версию RPM пакета, нет ли у него каких-то CVE, про каждую версию питомовского пакета вытаскивается вот эта информация, ну, по крайней мере, можно либо написать, обновить версию, попытаться с ним побороться, либо хотя бы написать, почему эта уязвимость никак нам не угрожает. В любом случае, это вот эта история, этот рисабилити, я не наблюдал это нигде, ни в какой системе сборки, это некое ноу-хау. Дополнительно также получается куча разных полезных отчетов, ну, от тупых совершенно там каких-то клоков, сколько у нас там срочек кода в каждом типе, пересобранных пакетов таких, какие версии библиотек, как там RPM-ов используется. Ну, казалось бы, это примитивно, но на самом деле я наблюдал при сертификации, как люди забивают эти цифры руками в LibreOffice, и это, конечно, ужасно, ужасно. Есть также очень красивые такие всякие графики, графы зависимостей, симпатичные, которые, в общем-то, полезны. Посмотреть, собственно, как у нас там зависимости архитектурные идут, где у нас там утилиты, возделененькие там наши утилиты, какие-то работающие, желтые это наши пакеты, а синие это пакеты, которые там приехали по зависимостям. То есть эта диаграмма, она, в общем-то, реально полезна посмотреть всегда, например, нет ли у нас каких-то циклических зависимостей, не ссылаемся ли мы друг на друга, или, может быть, у нас какие-то вообще сбоку пакеты, которые нафиг никому не нужны, может быть, их надо выкинуть, а может быть, у нас просто неправильно вычислились зависимости, и как раз надо там как-то их прописать напрямую, используя пакеты fullt-depts и прочее. Ну, кроме вот этих аудитов, там есть всякие дополнительные штуки, которые можно засовывать в нежные системы отслеживания уязвимости, типа dependency track. Ну, это тоже так вот красиво, полезно смотреть, как идет прогресс. Вот, есть, так же у нас везде, собственно, распакованные сорсой исходники, они все есть вот здесь, без всяких систем, корней, артефактов, вот они прямо здесь на локальном компьютере, без всяких там дополнительных утилит, с ними можно уже поработать, используя системы динамического анализа, статического анализа, вот, например, там типа Sways, вот в данном случае здесь это питон, сколько тут, видите, срабатываний. С нейтами системы проблема одна и та же, это огромное количество, ну, условно ложных срабатываний, то есть тут, не слава богу, но вроде никому не мешает. С этим тоже можно работать отдельно, это уже мучительная ручная работа, типа размечать их, говорить, что вот эта там самая проблема не является проблемой для нас, но вот, по крайней мере, все остальное, типа собрать, автоматизировать, оно все есть уже здесь. Ну, вот, собственно, адрес этого Terrarium Assembler, там есть некая документация, почитать, может быть, более, так сказать, внимательно посмотреть. Я вообще думал, вот как сделать какой-то курс введения для этого, для этого думал какую-то утилиту придумать, у меня было несколько утилит, сейчас, по-моему, все меняется немножко. Я подумал, вот эта система сборки видео, может быть, прямо я ее превращу, значит, в переносимую штуку, которую вы сможете пользоваться везде, даже на отлиннексе, и тогда, в общем, приходите. Ну, вот, я закончил, и вот реклама конференции Spross Open, мы из Spross, приходите, в декабре будет, там, похоже, темы обсуждаются. Вопросы? Да, раз, два, три. Ну, два вопроса, первый маленький. Значит, вы когда пересобираете SRPM пакеты, вы их пересобираете так, как в данной операционной системе, это принято или, правда, в одном-единственном контейнере? Да, именно, как раз, не в отличие от обычной сборки-пересборки, то есть, которую я проходил, когда каждый из них отдельно Моке пересобирается, или в отдельном каком-то этом, я пересобираю в отдельном контейнере, при этом там навязываю, например, какие-то… В одном и том же. В одном и том же целиком одновременно. То есть, все билдепсы ставятся одновременно в один контейнер целиком, и при этом я, например, могу задушить, сказать там, но JavaDeps, но Docs, но это. Ну, что минимизировать, чтобы ускорить вот это все дело. Ладно, это пока оставим, потому что да, это такая… Да, это очень достаточно непросто, то есть, сначала билдепсы, с APM-пакетом ставятся, спеки распаковываются, по ним еще… Вопрос, да, более деловой. У вас, вот вы собираете аудит, вы что с ним потом делаете? Как-то распарсите его? В смысле аудит? То есть, мы получаем на выходе кучу отчетов. Там эти отчеты… Аудит, я имел в виду, вот сборка под аудитом. А, ну все, она идет в подачу. И получается много текстовых файлов или один текстовый файл аудита, да? Нет, там получается куча отчетов, которых там обычно я загружаю на вики, там из них целиком генетизмоментация, которая идет в лабораторию или еще куда-то там. Мы как-то о разных вещах, по-моему, говорим. Нет, давайте еще раз. О разных, да, Денис, точно? То есть сборка – это не аудит в Linux-ядре, который каждую выполненную команду вам фиксирует в журнале? Нет, нет, я не знаю, сколько аудит в Linux-ядре, ядро мы не приносим вообще никак. Это просто сборка обеспечивает информацию о каждом бинарнике, о их зависимостях, о куче там вот этих свойств и позволяет применять статические тулы анализа. Да, просто коллизия названий случилась, хорошо. Окей, аудит в слово такое, можно многое использоваться. Спасибо за доклад. Вот такой вопрос, а как можно или вообще возможно ли вот эту сборку всех вот этих питомских библиотек подключить для использования, например, в Java окружении? Есть ли такая возможность? Нет, я не очень понял, что такое Java окружение? Ну, у меня, например, есть… Джетон какой-то? А? Джетон? Нет, у меня есть Java.jvm, вот, я оттуда хочу дергать API питомских библиотек, популярных по анализу данных, вот, у меня это практическая задача. Вообще никак не связано с этой? Никак? Никак. Понял, спасибо. То есть, ну, можно, наверное, как-то, но вообще никак не притекается с этим. Спасибо. Ну что ж, три минуты вопроса. Проходите на Espresso Open. Продолжение следует. Проходите на Espresso Open.